Нынешние тарифы Цена за киловатт-час с 1 апреля составит около 11,5 сантимов. Жители должны понимать, что стартового тарифа больше не будет. Однако у людей появится возможность выбора, и конкуренция не позволит повышать цену без оснований. Кроме того, поставщики электроэнергии смогут разработать свои предложения под индивидуальные особенности потребителей, и тем самым сделать условия покупки энергии более выгодными. Продавать электроэнергию пользователям фактически сможет любой желающий, получивший лицензию. Например, это могут быть обслуживающие жилой фонд компании, крупные торговые сети, операторы мобильной связи. Все те, у кого сейчас есть обширная клиентская база, и которые смогут объединить продажу электроэнергии с другими своими продуктами. Мы уже сейчас предлагаем электричество в пакете с телекоммуникационными услугами. Если сравнить с пакетом без электричества, получается, что у нас мегаватт-час стоит 7 сантимов. Конечно, это не так. Но когда человек покупает пакет, это гораздо выгоднее, чем платить за каждый продукт отдельно. Своё желание торговать электроэнергией на свободном рынке выразили уже 18 компаний. А лицензию на этот вид деятельности получили аж 50 предприятий. Садл и Стыклс полагают, что реальных игроков, тем не менее, будет около 10. По их же прогнозам, в первые месяцы после открытия рынка реального поставщика сменят единицы. Остальные так и останутся под крылом Латвэнерго. В январе мы разошлём всем своим клиентам разработанные для них предложения. Это не значит, что все будут платить разную цену за мегаватт-час. Но условия будут отличаться в зависимости от объёмов и времени потребления. Цена будет выгоднее у тех, кто потребляет больше. Однако до начала нового года не хочу говорить, какой она будет. Игроки открытого рынка, согласно нормам, которые сейчас находятся в процессе разработки, должны будут предоставить и так называемую универсальную услугу. То есть электричество, пофиксированной в течение года цене, с правом потребителей разорвать договор в любое время без штрафных санкций. Потребителями этой универсальной услуги от Латвэнерго после 1 апреля автоматически станут все те, кто не будет выбирать себе нового поставщика электричества. Добавим, что малообеспеченные жители страны даже в условиях свободного рынка могут рассчитывать на материальную поддержку со стороны самоуправлений. В нормативных актах предусмотрено, что самоуправление смогут вместе с пособием на квартиру выплачивать малоимущим и пособия на свет. Предусматривающий этот законопроект в ближайшее время должен принять СЕЙМ. Лена Рылеева, Гунтисфелдминистр, компания ТВ-5. Жителям Латвии предложили заглянуть в будущее. Открылся новый сайт, где можно узнать размер своей будущей пенсии. Подробности у Марии Кобозевой. Сегодня состоялась презентация сайта manapensia.lv, на котором можно узнать, какой будет пенсия. Это такой информационный ресурс в интернете для будущих, скажем так, пенсионеров, таких как я, как мы, с целью информировать их о пенсионной системе Латвии, о возможности этой системы, о необходимости участия в этой системе и о том, каких результатов эта система может принести. На сайте есть подробная инструкция на трех языках, русском в том числе, как пользоваться пенсионным калькулятором. В результате исследования выяснилось, что большинство латвийцев хотят получать пенсию в размере 75% от средней зарплаты. Одного желания здесь мало. Чтобы воплотить его в реальность о благополучии в преклонном возрасте, нужно думать в молодости. Латвийская пенсионная система, она предназначает три пенсионных уровня. Солидарный первый, второй, который индивидуализированно начисляется, и третий, значит, где вы можете сами вносить накопление. И чтобы пенсия была бы побольше, конечно, целесообразно использовать все эти три возможности. Приличная пенсия – это 75% от средней зарплаты. Но стопроцентной гарантии, что пенсия будет достойной, нет. Надо доверять этой системе. В любом случае надо в ней активно участвовать, делая накопление на третьем уровне. Потому что то, что будет в будущем, мы однозначно спрогнозировать не можем. Но мы можем упустить возможность, которая нам дается в настоящем. Если мы ее упустим, этот поезд уйдет, возможно, в этот поезд не сядем. Стоит отметить, что если жители Латвии, покинувшие родину в поисках заработка, решат вернуться, то заработанная на чужбине пенсия последует за ними. Это правило работает во всем Евросоюзе и не только. Есть еще ряд стран, с которыми Латвия заключает двухсторонние договоры по импорту пенсии. Это и с Россией, и с Австралией. Я сейчас работаю с Соединенными Штатами, которые вне Евросоюза. Что это импорт пенсии тоже будет возможен. Впрочем, финансист Гирт Рунгайнис уверен, пенсионная система рухнет. А единственная гарантия обеспеченной старости – хорошо воспитанные дети. Тем, кто родился в 60-е и 70-е годы, на пенсию не стоит рассчитывать вообще, считает он. А политикам стоило бы честно сказать, что деньги будут потрачены на сегодняшние нужды и посоветовать народу самим копить и создать условия, в которых семьи будут рожать больше детей. Впрочем, есть другое мнение – пенсионная система вряд ли канет в лету, считает эксперт по социальной политике Петерис Лейшканс. В Европе пенсия как такова, система не исчезнет. Просто она будет трансформироваться. По-моему, Европа придет к тому, что государственная пенсия должна сделать минимум, какой-то минимум, чтобы пенсионер мог жить в пенсионном возрасте. Министр благосостояния Илза Винкела подчеркнула, возможно, новый сайт по подсчету пенсии развеет миф о нестабильности латвийской системы и подтолкнет людей к накоплениям на третьем пенсионном уровне. Стоит отметить, когда внедряли нынешнюю пенсионную систему, планировалось, что взносы на второй пенсионный уровень составят 10%. Но кризис внес свои изменения, и взносы сократились до 4%. Планируется, что в 2016 году ставка увеличится до 6%. Мария Кобазева, Андрис Дамбурс, телекомпания ТВ5. Замок Света – штука дорогая, поэтому было бы странно, если бы и мебель в нем стоила дешево. Сегодня стало известно, что на внутреннее убранство здания Латвийской национальной библиотеки потратят 3,5 миллиона латов. Судя по информации на сайте Бюро по надзору за закупками, в конкурсе Министерства культуры участвовали три претендента. И самым выгодным было признано предложение объединения предприятий КОП ЛТД, КАТЭ, ДАЛЕРА ДЕКОКС и ПИНУС-Э. 3,5 миллиона латов без учета НДС – это расходы, собственно, на мебель, элементы интерьера и указатели внутри так называемого «замка света». Причем поначалу прогнозировались гораздо большие затраты – почти 4,5 миллиона латов. Но участники конкурса скинули цену, поэтому и победили. Еще 210 тысяч латов планируется израсходовать, внимание, на кухонное оборудование для библиотеки. Но решение по этой закупке будет объявлено позднее. Напомню, общие затраты на строительство «замка света» составляют 187 миллионов латов. Сейчас там ведутся отделочные работы, а откроется библиотека в январе 2014 года. Американцы прослушивали телефон Папы Римского. Об этом стало известно сегодня, но Ватикан не очень-то переживает. А вот остальные европейцы встревожены массовой слежкой, организованной США. Чтобы пообщаться на неудобную тему с американскими политиками, сегодня в Вашингтон прибыли представители Европы. Советники канцлера Германии Ангела Меркель по иностранным делам и разведке готовятся расспросить американцев об их шпионских играх на территории свободной Европы. Этот визит один из многих, который еще последует после скандала, который подорвал доверие Старого Света к новому. Белый дом уже не отрицает, что Агентство национальной безопасности США интересовалось телефонными разговорами Меркель. При этом утверждается, что сейчас этого уже не происходит. Представители спецслужб оправдываются в Конгрессе США. Дескать, все, что пишут в Европе о прослушке разговоров десятков миллионов человек, это ложь. В общем, забалтывают. В качестве доказательства они упоминают скриншоты онлайн-приложения для сбора данных, но ни они, ни тот человек, который украл секретную информацию, не понимают, на что смотрят. Это приложение учитывает данные по всему миру и демонстрирует их в разных форматах. В числе источников информации есть как данные, законно полученные Агентством национальной безопасности в рамках его полномочий, так и предоставленные Агентству иностранными партнерами. Это информация, которую мы и наши партнеры по НАТО собрали, чтобы защитить наше государство. Представители спецслужб признали, что основная их цель – выведать намерения мировых лидеров. Но и иностранцы не святые, они, дескать, тоже регулярно шпионят за американскими чиновниками и спецслужбами. Людям на улицах европейских городов по большому счету все равно, почему за ними следят. Возмущает сам факт. Впрочем, и удивляются этому немногие. Надо подумать, куда катится мир, если абсолютно за всеми можно шпионить, что нас ждет в будущем. В наше время вообще, возможно, частная жизнь. Было бы странно, если бы они не занимались слежкой. Каждое государство служит интересам своих жителей, а не жителей другой страны. Вот и президент США Барак Обама убеждает окружающих, что все так и есть. Спецслужбы замечательные, следят за всеми подряд исключительно из лучших побуждений. Операции в сфере национальной безопасности преследуют одну цель – гарантировать безопасность граждан США. Я конечный пользователь разведданных. Надо учитывать, что у спецслужб очень обширное поле деятельности. Мы даем им рекомендации, но технические возможности развиваются, поэтому я призываю пересмотреть их работу. То, что они способны делать что-то, еще не означает, что они должны это делать. Обама лично говорил с лидерами ряда стран, пытаясь все объяснить, умерить их пыл и вернуть взаимное доверие. Сообщается также о том, что президент США готов прекратить шпионить за своими зарубежными коллегами. В Китае расследуют трагический инцидент на площади Таньаньмэнь. Задержано несколько человек, которых считают причастными к аварии. 28 октября внедорожник въехал на мост рядом с главным входом в музейный комплекс Гугун и врезался в толпу людей, спил ограждение и загорелся. В результате погибли водители, два пассажира внедорожника, а также два туриста. Еще 38 человек получили ранения. Это похоже на подготовленный теракт с участием смертника, пишут местные СМИ. Ранее полиция по подозрению в причастности к ЧП на площади Таньаньмэнь начала розыск лиц из Синьцзянь уйгурского автономного района КНР. Здесь, по данным властей, действует экстремистская организация «Исламское движение Восточного Туркестана». Работница одного из госучреждений Австралии не удалось отсудить компенсацию работодателя. Она считала, что имеет право на возмещение за то, что, будучи в командировке, получила травму, когда занималась сексом. 30-летняя госслужащая получила не одну, а сразу несколько травм. Ей повредило нос, рот и зубы. Все это произошло на кровати в одном из мотелей Нью-Саут-Вэльса. Любовные утехи были в самом разгаре, и вдруг на женщину рухнула люстра. Поначалу ей удалось выбить из работодателя компенсации за физические и моральные страдания. Но вот сейчас, спустя 6 лет после инцидента, Верховный суд Австралии решил дело не в пользу работнице. Суд признал, что хоть травмы и получены в командировке, работодатель вовсе не заставлял женщину заниматься тем, что привело к несчастному случаю. Прямо сейчас прогноз погоды, новости экономики и спорта.